Приветствую всех на канале Есть-Поесть и предлагаю интересный рецепт из обычных продуктов. В этом блюде неожиданно все, как сами тефтели, так и соус, в котором они запекаются. В общем-то гарнир здесь не требуется, так как тефтели уже содержат в себе фасоль, но при желании, конечно, вы можете его сделать. Я обычно подаю просто с овощами, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, взяла 200 граммов сухой фасоли и сварила ее согласно инструкции на упаковке. Фасоль подойдет любая. Беру примерно 350 граммов и выкладываю в измельчитель. Сюда же добавляю лук и чеснок. Прорабатываю импульсами, чтобы получилась не каша, а мелкие кусочки. Беру фарш, у меня свинно-говяжий, и выкладываю к нему перемолотую фасоль. Кстати, если вы делаете фарш непосредственно перед приготовлением, можно пропустить фасоль с луком вместе с мясом через мясорубку. Сюда же добавляю любые овсяные хлопья, предварительно размяв их руками. Я обычно беру те, которые нужно варить 5-10 минут. Не забываю про соль и специи по вкусу и хорошенько все перемешиваю руками. Готовый фарш пока отставлю в сторону и займусь соусом. Для этого обжариваю на растительном масле крупно порезанный репчатый лук, примерно 150-200 граммов. Добавляю столько же порезанных яблок, от кожицы я не очищаю. Обжариваю все вместе до мягкости яблок. Даю остыть, а тем временем формирую тефтели. Легче это делать влажными руками. Размер выбирайте на свое усмотрение. Я делаю не очень крупные, что-то среднее, между тефтелями и фрикадельками. И выкладываю в форму, смазанную маслом. Друзья, смотрите на моем канале еще подобные рецепты. Ссылки вы найдете в конце видео и под описанием к видео. А также ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Теперь доделаю соус. Отправляю яблоки с луком в мерный стакан. Для удобства сразу беру литровый. Сюда же добавляю оставшуюся фасоль. Обычно ее остается 50-80 граммов. А также соль, специи по вкусу и куркуму. Две столовые ложки с небольшой горочкой муки и немного воды. И при помощи погружного блендера превращаю в пюре. Можно довести до однородности, а можно оставить небольшие кусочки. Это по желанию. Добавляю сюда любую горчицу в любом количестве по вкусу. И доливаю воду до общего объема 1 литр. Тщательно размешиваю. И заливаю тефтели. Затем отправляю их в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. И учитывайте размеры тефтелей. У готового блюда просто необычайный аппетитный аромат. Посыпаю зеленью и, конечно же, сразу подаю в горячем виде. Подливки кладите побольше. Она очень вкусная. Отмечу, что при желании вы можете добавить в соус на этапе обжаривания лука с яблоками томатную пасту. Тогда он приобретет другой вкус. Будет не таким нежным и с небольшой кислинкой. Ну а для пикантности можно добавить в соус чеснок или острый перец. Структура у этих тефтелей получается очень интересной. Она такая рассыпчатая и нежная. И, кстати, очень сложно угадать, что в них присутствует фасоль. В общем, приготовьте обязательно и попробуйте. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк. Смотрите на канале Есть-Поесть и другие не менее интересные и вкусные рецепты. И подписывайтесь на канал. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok